Микс Ньюс. Добрый день, это программа Разворот. Сегодня её проведу я, Анастасия Смоловская. Звукорежиссёр Евгений Копейн помогает. И в гостях у нас глава Национальной службы координации трансплантации Юрий Бормотов. Добрый день. Здравствуйте. Сразу напомню, телефон на прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9 и номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Сразу предупреждаю, что вас, потому что, наверное, сегодня, знаете, как в Ютубе есть кто следит, 10 глупых вопросов к и там разным специалистам. Вот мне кажется, что сегодняшний эфир может быть похож на эту программу, когда вопросы, может быть, для людей, которые с этим не сталкиваются, возможно, будут какие-то и не очень такие профессиональные вопросы. Так что вы тоже участвуете, принимайте участие, пишите, звоните. Буду оглашать вопросы, ваше мнение. В прошлом году статистика такая приятная, наверное, да, была. За прошлый год согласились пожертвовать пять сотен латвийцев. И такая цифра, я так понимаю, что она удивила и читателей, которые читали эти новости журналистов, и, в общем-то, самих врачей, которые в этой сфере. Что, почему вдруг так выросло, что с людьми случилось? Да с людьми, наверное, ничего не случилось. Там не было, по-моему, пятьсот, там семьсот выразила свое мнение об этом, да, то есть свое решение приняло, да, официально, и оставила эту пометку, но с людьми, с людьми ничего не случилось. Люди становятся более информированы, как я уже много раз говорил. Стараемся тоже и мы развенчить разные мифы, то есть это, скорее всего, и наш какой-то показатель, как службы, да, показатель работы нашей, да, и многие люди начинают понимать вообще, зачем это нужно, да, и почему это необходимо именно при жизни сделать, да, потому что пока с тем не сталкиваешься, наверное, да, но в такой сентиментальности находишься больше, да, в тот момент, когда если, ну, не дай бог никому, конечно, но жизнь и жизнь, об этом надо спокойно говорить при жизни еще, да, что я хочу, да, чтобы было с моим телом после моей смерти, да, что я желаю при жизни еще, да, чтобы потом не было нагрузки ни на родственников, вот, но отвечая, опять же, на вопрос, но это все-таки повышение информированности основной фактор, да, доверие к системе больше, да, и, ну, это, в принципе, заслуга наша, да, в основном, потому что, опять же, повторюсь, не знаю, со самого себя напомню, что чем более прозрачно это все, тем больше доверия, как и в любой, в принципе, да, и судить об этом можно только тогда, когда знаешь, да, то есть люди теперь знают больше, чем больше процент знает, тем они больше имеют мнение и могут объективно судить, а не на уровне, ну, эмоций, скажем так. давайте тогда раз про информированность мы заговорили, какие на сегодняшний день существуют инструменты для человека, который хочет оставить свои органы, возможно, не думая о смерти, но просто там, как, не знаю, завещание пишут, молодые же тоже люди достаточно, не собираясь еще умирать, вот точно так же человек хочет завещать свои органы, вернее, разрешить их использовать, если вдруг что, какие у него есть инструменты, что он должен сделать и может сделать? Да, это вот скорее правильно, корректно будет, что он при жизни решает, да, то есть никто, конечно, никогда не думает, что, не знаю, завтра я, со мной что-то случится, понятно, что о смерти не хочется думать, но об этом говорить стоит при жизни, и никогда, ну, этого нельзя знать, да, опять же, но инструмент основной, это, конечно, регистр в, регистр в Пилсон, в миграции, если это Парвалда, то есть, управление, управление миграцией, да, и гражданство нашей страны, где можно оставить эту отметку, да, это можно онлайн сделать, не обязательно приходить, да, но только через Эпаракс, потому что я сам, когда оставлял, пробовал через мобильную аппликацию, да, это Эмобайл Паракс, Эпаракс Мобайл, оно не берет, этого невозможно сделать, там нужно, зарегистрированный пользователь, значит, должен быть в Эпаракс, именно, да, Эайди-карта, через Латвию, ЛВ-портал, это можно сделать, либо, непосредственно, очно, в одном из отделений этого управления, да, то есть, паспорт меняете заодно, и в законе, который в прошлом году был, значит, ну, не поправки, скажем так, узла Боэмс, то есть, какие-то оптимизации этого закона приняты, было о том, что с 21-го года это будет возможно в АВСЛИП, да, в системе, то есть, такая отметка. то есть, тогда уже можно будет и в электронном, спокойно, практически любой, жить, в Латвии, да, да, но как вы думаете, увеличится количество, потому что, мне кажется, это же тоже тут дойти надо, или Эпаракс, заметь, куда-то прийти, что-то поставить, а так, если ты находишься дома, через, не знаю, банк, там, авторизировался, и... Я думаю, что да, но банк, банк ненадежно, я так понимаю, Эпаракс Мобайл тоже, через мобильную аппликацию, но я думаю, что да, это все-таки увеличится, но задача, знаете, я даже не думаю сейчас об этом, увеличится или нет, главная функция донести, просто задуматься, да, об этом, и сделать выбор, этот выбор можно менять по законодательству, то есть, человек в один момент подумал, потом, я не знаю, ну, интересы поменялись, религия, может быть, у него поменялась, да, и ему сказали, нет, ни в коем случае, и прежде всего, мы уважаем выбор, конечно, каждого человека, да, и то, что он решил, и этот, это просто, как говорится, аминь, аминь в церкви, да, ни направо, ни налево, то есть, то, что он решил, то и самое главное, он только имеет право решать. Да, если что-то поменяется в его жизни, он может приходить и это, менять это мнение, да. Но сейчас решают родственники. Если человека не стало, как это происходит? Почему с родственниками столько связано разговоров всегда, что именно на родственниках вот эта ответственность, сколько там врачи времени могут говорить с ними, не могут говорить? Да, ответственность на родственников, к сожалению, лежит потому, что большее количество, большое количество подробностей Подавляющее большинство населения, то есть те, которые имеют право себе решать, то есть совершеннолетние, которые не в местах заключения и без каких-то когнитивных психических нарушений, они не оставили отметку, они не решили, при жизни не решали. То есть все те случаи, когда было донорство, было необходимо и не спрашивать у родственников, а спросить у них, что об этом он думал при жизни, может быть какие-то разговоры были, потому что прежде всего с биоэтической точки зрения уважается и ставится, конечно, на первое место мнение умершего человека, его желания, его решения. И поэтому мы спрашиваем у родственников, что он об этом думал, но если они не знают, тогда применяется презумпция согласия. То есть это получается так, что если он при жизни не остался, значит он был согласен. Это система донорства в большинстве развитых стран, Испания, Австрия, в Европе, в Евросоюзе, как самая эффективная и применимая, и с целью прежде всего как можно больше помочь людям, которые эту помощь ожидают, этот дар. То есть противоположная система – это презумпция несогласия, когда мы принимаем, что человек не был согласен при жизни, именно поэтому нужно спрашивать. Если он при жизни не оставил, что он согласен на донорство, это Литва и наш Южный. То есть у них, Южные соседи, у них донорские карточки, и донорами могут быть только те, которые оставили. А почему у нас так система отличается? Интересно. Обычно как-то соседи стараются по одной системе, берут друг друга. Хороший вопрос трудно будет ответить, почему. Там больше, конечно, и политически, это всегда, да, и в законодательстве вообще такие мнения. Но Литва такая более строгая христианская страна. То есть там, ну, я думаю, что это многофакторно, да, но прежде всего законодательство принимает, конечно же, управляющий орган, да. А вы так можете сравнить, насколько у них там донорство развитое? Может быть, из-за этого как раз-таки больше людей принимают решения, когда надо, вовремя, ну, при жизни и… В абсолютных числах статистику их не скажу, но что они сами говорят, что, конечно, количество доноров у них после принятия вот этой вот системы, да, оно снизилось. И они зависят и от нас тоже, да. Мы, если в тех случаях, когда у нас ни одному мы не можем помочь, да, то есть не подходит этот орган, да, то мы предлагаем, прежде всего, ну, соседям, да, у нас такие отношения, да, вот. Или твоя, я так понимаю, часто достаточно? В прошлом году, я знаю, что вертолётами, да, вывели? В этом году тоже, в прошлом году. У них почему? У них движение такое донорское более, скажем так, развито, да. То есть даже тот случай, когда был на конференции вот в этом году, да, по поводу 50-летия трансплантации почки в Вильнюсе, были мы с коллегами, министр здравоохранения вышел, сказал, да, публично, у меня донорская карта, я за, да, то есть, ну, это… Пропагандирует. Это такая, да, это, то есть, что это нормально, да, и развеяв все мифы о том, что что-то с ним случится, что-то, куда-то он пропадёт, там, или, да, ну, конечно, люди, опять же, думают, там, сентиментально, ну, конечно, он же министр, да, но любому человеку то же самое всё будет, да. Органы такие же. Да, и никто никуда не пропадает, и никак это, скажем так, с злым умыслом не используется, да, и ни к коммерциализации вообще не идёт речи. А если родственники, например, при жизни человек, ответь, выразил свою волю, согласился стать донором, а у родственников какой-то, ну, вот эмоциональный переклин, если так можно сказать, и они говорят, нет, это всё неправда, вы там, не знаю, построились. То есть часто вы сталкиваетесь с такими эмоциями? Нет, такого не было, да, такого не было пока, вот, ну, сколько, полтора года, ну, уже два будет сейчас, нет, в общей сложности полтора я службу руковожу этой службой, и на данный момент все случаи, которые были с донорами, да, не было, потому что первая наша задача, как только мы получаем от врачей реанимации, да, сообщение о том, что больше спасти нельзя, ничего сделать для человека нельзя, мы проверяем регистр. И вот в этом регистре не было ни разу отметки, что согласие или за, да, ещё пока, то есть, ну, с теми людьми, которые умерли. То есть вот за полтора года ни один человек вам не попался, который выразил свою волю? Нет, там очень маленькое количество в общей сложности. А есть общее количество сейчас? Известно, сколько людей поставили галочку за или нет? 700 было в прошлом году, в абсолютных числах, ну, каждые предыдущие года были, годы, были 300, 400, с 2002, если я правильно помню, первого года существует регистр, ну, там несколько тысяч, может быть, насоберётся, так не вспомню абсолютно. Нам надо сейчас прерваться на короткую рекламу, мы вернёмся через пару минут и продолжим разговор. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Глава Национальной службы координации трансплантации Юрий Борунтов у нас в студии. Звоните и вы. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Говорим мы про трансплантацию и донорство органов. Вот вы упомянули в перерыве, что около 30 пересадок было сделано, да, как это правильно сказать, за полтора года, в котором вы... Чуть больше, больше. Да, руководите службой. Бывают ли ситуации, наверное, многие помнят фильм «Семь жизней» с Уэллом Смитом, когда один человек, ну, грубо говоря, он знает, что он болен, и, ну, завещает свои органы конкретным там людям. Ну, так, может быть, это звучит не очень по-человечески, но может ли один человек помочь нескольким людям и несколько органов использовать? Или конкретно от одного человека берётся один орган? Фильм, честно говоря, не смотрел, не могу сказать. Но вопрос очень легко, как говорится, могу ответить на вопрос. Прежде всего, конечно, человека, мы проверяем, да, умершего, который... Может ли он стать донором, да, подходит ли он для донорства? Если нет противопоказаний, да, то это очень много. Ну, будет, возможно, очень много спасти жизни. Это не только один орган, это восемь человек, может быть, да, то есть... То есть один человек может помочь? Да, ну, в нашей стране развиты четыре программы, получается, да, то есть пересадка печени, пересадка сердца, пересадка почки и пересадка роговицы глаза. То есть возврат зрения тоже как один из... Но это не органы, это ткани, считается, да. Ну, глаз как таковой рассматривается как орган, но берется все-таки вот эта вот роговица, верхняя оболочка. То есть, ну, вот считайте, получается, четыре в нашей стране один человек, да. Бывает такое, что вот по максимуму один? Да, да. Как часто, процентуально? Вот, например, из тридцати? Центуально. Это единицы в году, да, это единицы в году, это до пяти. Ну, я сколько могу вспомнить, четыре, четыре за прошлый год. Да, это когда... Но здесь должно совпасть, чтобы и были люди, которым нужно... То есть очень много, что нужно совпасть, должно совпасть, да, необходимое. Это должно совпасть, конечно же, иммунологическая сопоставимость, да. То есть, чтобы по группе, прежде всего, человек подходил, по каким еще параметрам, по антропометрическим, рост, вес, разные роды, да. То есть разного рода, как это сказать, размеры, да, то, что мы обязательно смотрим. И тут чаще всего эти случаи были, ну, почти всегда, конечно, когда мы вынуждены были, к сожалению, но вынуждены были эти органы, ну, предлагать другим организациям, с которым мы сотрудничаем, да, это евротрансплант, прежде всего, да, и через другую платформу. Через интернет это тоже со всеми защитами там выводится, если вдруг в самой стране нет возможности использовать, то по всем законам, да, этики мы обязательно, ну, это очень правильно спасти жизнь где-то еще, да, если нет возможности у нас. Это европейская, да, какая-то? Да, 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 это сеть, которая одна из, много таких, ну, относительно, конечно, евротрансплант, скандитрансплант, да, и еще одна платформа Фоэдус такая называется, которая включает в себя все страны, которые, ну, в Евросоюзе, плюс еще некоторые, которые, ну, например, в этом году, знаю, что Беларусь присоединится к этой платформе, там принцип то, что приходят сообщения на случай, если не использует страна какую-то, приходят автоматические сообщения, они вводят какие-то первые параметры, да, возраст, пол там и так далее, и какие органы предлагаются, то есть это, да. Доступно все. А есть у нас вопрос. Так, добрый день, волнуюсь за националистов, можно ли пожертвовать орган конкретной национальности? Нет, нет, конкретно каких-то, конкретно каких-то, как сказать, разграничений о том, что тому-то, тому-то или тому-то, нет, это неэтично, но этого не происходит никогда. Еще один вопрос, может, и смешной, простите, заранее извиняется слушатель, левую почку можно заменить только на левую или наоборот, тоже возможно? Хороший вопрос, наверное, к хирургам-трансплантологам больше. По-моему, да, по-моему, левая только, могу ошибиться, но уточнюсь мне надо. У нас был звонок, перезвоните нам 67212-93-9, 67213-93-9. Вы, вот еще хотелось бы поговорить про детскую трансплантологию. Вы и сами в детской больнице работали. Что с этим у нас сейчас происходит? Как дела обстоят? В каком аспекте? Насколько многим детям нужна трансплантация? Как родители реагируют с пониманием, не с пониманием? Это все-таки такой и так сложная тема, а когда она касается детей, наверное, еще более сложная. Ну, да, в листе ожидания 1-2, на сердце один из детской больницы пациент ждет и на почек. Да, вот. Ну, как родители относятся? Конечно, у них так же, как и у любых других людей, да, то есть они ждут для своего ребенка, люди, которые взрослые, ждут для себя. Да, это, конечно, опять же, если с точки зрения такого эмоционального фактора, ну, по сути, они ждут чью-то смерть. Но это, ну, это как такой закон жизни, и можно воспринимать, но им ничего не стоит, как только ожидать, конечно. А вот с другой стороны, когда они становятся, погибает ребенок при разных обстоятельствах, вот. Да, совсем недавно, в прошлом году, было согласие, да, было согласие от родителя, да, жертвованию, и ребенок спас три жизни, да, то есть по-разному бывает. Это единичные случаи все-таки? Ну, за прошлый год, за то время, которое я руковожу, это 50 на 50, это четыре случая сейчас, сейчас в своей памяти роюсь, да, это четыре случая, и было два несогласия, и было два согласия. И одно из согласия, это было тоже и в фильме показано по латвийскому телевизору, от Раеспа, это, что, да, родители новорожденные, да, дали согласие, да, и ребенок спас жизнь у грудника в Литве, да, сердце было пересажено. Вот, то есть, ну, тут трудно очень судить в плане, что с этим делом так обстоит, но так, как и везде, я бы сказал, да, то есть сколько опыта у нас есть, где-то этого больше, но это имеет место быть, и эти вот, ну, такие акты пожертвования, да, это очень важно. Вы отметили, что в местах заключения нельзя, нельзя пожертвовать и оставить вот это завещание, почему? Потому что у них вот нет и права у людей в заключении, да, то есть это, ну, ответ очень простой, если хочется попасть в Тарасбургский суд, это как коллега мой, ну, как с таким, с иронией сказал, да, то можно, можно, можно использовать этого человека как дона. Ну, это тот случай, когда, если, ну, случилось, вот как последнее случилось, случился инсульт у заключенного, попал в реанимацию, да, и там ничего сделать уже нельзя было, да, спасти. И было, значит, сообщение о том, что нам, как службе от заведующего, что такое есть, но мы отказ, конечно, дали, потому что у заключенного нет. Это то, что происходит и на чем сейчас очень интенсивно, как говорится, борются с чем это в Китае с заключенными, да, то, что использование органов. И как один из вариантов, который не поддерживается Европейской комиссии, это туризм, да, то есть пересадить органы где-то в другой стране и потом приехать, потому что там более доступно. Но вопрос, как оно доступно, да, и какими путями, вот. Ну, по поводу заключенных, конечно, честно говоря, такой легкий шок. Почему? Ну, как-то, не знаю, они голосовать, например, могут, а тут право, право оставить свою волю нет. По поводу черного рынка, так называемого, вокруг которого тоже, чего многие боятся, это, наверное, один из мифов. Но, наверное, мифов, но, может быть, он и действительно существует. Не видел, не знаю, да. Может, потому что вы не интересовались, а не слышали? Нет, я про нас говорю. Не видел, не знаю. Никто никогда за эти полтора года не звонил, никто никогда ничего не предлагал, и в том числе ни в одной европейской стране это просто исключено. Где-то в других местах, да, знаю, да, слышал. Это африканские страны, это страны Азии, да, где, ну, там контроля в принципе нет, там все что угодно может произойти. Человека могут украсть, в рабство продать и так далее, да, в том числе и это. Такие есть, да, сообщения, но у нас это просто исключено. Надевайте наушники, примем звонок. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вот вы упоминали четыре вида пересадки, в том числе пересадку печени. Вот, насколько я знаю, у нас в Атвии пересадки печени не было, или там что-то экспериментальное. Вот вы можете статистику привести? Печень, сердце, почки за прошлый год. Есть ли у вас такие цифры? Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Да, статистика не очень положительная, да, пересадка печени не на экспериментальном уровне. В общей сложности шесть пересажено за эти года, сколько существует программа. За прошлый год две пересадки, сердца, к сожалению, не одно, потому что не было подходящих доноров. Доноры были, но не было рецепиентов, несоответствие было. То есть, в прошлом году пересадки сердца не произошло. Почки? Почки – самая, ну, так сказать, лидирующая программа. То есть, там большее количество. Ну, почки – такой орган, который с точки зрения, так скажем, ну, тех факторов, которые нужно соблюдать при сердце обязательно, и при печени, да, как я сказал, то есть, размеры, параметры, да, рост, вес и так далее, то, в том числе, сердце вообще, ну, понятное дело, да, то есть, и с почками такого нет, да, такой строгости – это раз. Ещё сложнее с лёгкими, да, вот, хотя у нас, ну, у нас, да, у нас один рецепиент ожидает пересадки лёгкого, лёгких, вот, тоже есть. Но программы нет, да, то есть, это… Что это значит, если нет программы, но есть… Значит, какой-то стране в другой нужно будет просить помощь, так же, как и с другим, да, то есть, если государство не может обеспечить эту услугу, да, лечить этого, ну, услугу лечения пациента, то на договорной основе, через, конечно же, Министерство здравоохранения это все происходит, заключается договор с какой-то другой клиникой, с какой-то другой страной. Часто ездят вот так вот в другие страны? Детская трансплантация, да, то есть нашим детям Германия помогает, да, и пересадки происходят, да, и эти дети потом возвращаются здоровыми к нам. Из-за того, что у нас не хватает доноров или из-за того, что нет программ какие-то? Нет, детская трансплантация как таковая, не развита у нас просто, да, нет специалистов, нет опыта, да, это, ну, это нет тех специалистов, которые это бы делали, скажем так, именно у детей, это очень такая специфичная вещь. Сколько детей, например, в год ездят? Десятки, сотни? Нет, 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 вы что, нет, это единицы, это эти случаи, да, последний, который я помню, это несчастный случай с ребёнком одним, когда он выпил из бутылки, которая стояла где-то там в сарае, или где, значит, в бутылке из-под кока-колы было налит не лимонад, а, в общем, какое-то, ну, токсическое вещество, да, не помню точно, да, для насекомых, значит, для этих, для садоводства, в общем, да. И он выпил это содержимое, там оказалась жидкость с высоким содержанием мышьяка, его привезли в нашу реанимацию детскую в тяжелейшем состоянии, да, со всеми показаниями к неотложной трансплантации, потому что печень просто отказала, да, и ему, он в срочном порядке был транспортирован, по-моему, два года назад, если я не ошибаюсь, да, вот, и, да, да, это вот, но это единицы. Ну, так быстро, да, достаточно реагирования происходит, то есть, вот там за пару часов, что нашему ребенку нужно, и кто-то откликается, а где в результате ему сделали операцию, не помню. Это Гамбург, Гамбург с этой клиникой, это тоже конкретные люди, да, там, профессор, это сотрудничество долгие годы уже поддерживается, и это необходимо, потому что всегда есть, что хочу особенно подчеркнуть для всех слушателей, всегда может случиться в жизни такая ситуация с любым из нас, когда единственное спасение будет трансплантация, чтобы дальнейшее и качество жизни было, и вообще жизнь как таковая, да, и никто от этого не застрахован просто, то есть всё. По поводу почек, это, наверное, одна, хотя может быть ещё и роговица тоже, одна из операций, которая, вот сейчас опять-таки разве эти мифы или нет, которая может быть от родственника к родственнику, при этом оба человека сохраняют жизнь, то есть они обязательно… Да, живая трансплантация, да, или трансплантация, пересадка от живых доноров, да, то есть там может быть эмоциональное донорство, может быть генетическое, да, то есть в первом случае это когда абсолютно незнакомый человек, да, то есть как пример, чтобы было понятно, да, ну, например, приходит один пациент на консультацию, говорит, что вот, моя супруга готова трансплантировать, значит, пожертвовать для меня почку, да, но чтобы это сделать возможно, нужно опять же пройти очень много тестов, да, прежде всего обследовать супругу, да, на предмет здоровья, может ли она стать донором, да, вот. Вот, и говорят, что, ну, к сожалению, не подходите, да, там ни по иммунологическим, да, по группе крови, ни по другим парам, ну, чаще всего, вот, по несовместимости, и приходит, например, вторая пара, да, тоже, где жена, например, больна, да, и ей тоже необходима трансплантация почки, и муж говорит, я согласен, да, ему опять же, с него точно спрашивают, подпись точно, вот, ну, как это так, ну, это, ну, это, ну, это действительно, ну, выглядит странным для любого человека, ну, как это так, я, что, ты вообще в порядке психологически, как ты можешь от себя отдать что-то, да, это много раз задает эти вопросы, то есть, действительно ли, да, потому что это очень важно, да, чтобы не было никаких вот именно этих моментов выгоды, да, то есть, кто-то кому-то что-то, там, двоюродный брат, например, согласен, а потом, оказывается, он ему что-то заплатит, да, за это. Ну, нет, такое исключено, такое не было, это все строго контролируется, но это обязательно проверяется, да, и, ну, тут это очень-очень тонкий момент. Ну, так вот, возвращаясь к этому описанному случаю, да, то есть, и тогда проверяют совместимость, например, ну, и оказывается, супруг в той паре тоже негоден, да, не может быть донором, несовместим, и тогда проверяют перекрестно, да, например, то есть, и оказывается, что из первой пары жена подходит муж из второй пары, и они, вот это и есть, не генетическое, то есть, они не родственники между собой, но они эмоциональные доноры, они понимают, почему они это делают, что это за дар, что за акт, почему, как, они вот это все, все это понимают, вот, и есть, да. Что вот так вот чужие, грубо говоря, люди становятся, да, 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 и есть, конечно же, родственники, когда отец сыну, да, или наоборот, маме, дочь, например, да, и эти люди остаются здоровыми, с одной почкой живой донор может жить, да, ему потом пожизненно бесплатная вся медицинская помощь, да, в нашей стране обеспечивается, и регулярный осмотр после донорства. Ну, качество жизни сильно падает, или, в принципе, спорт, активный образ жизни, все? Нет, 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 как, есть, есть, это вообще никак не повлияет, да, но, так что исключено. А есть ли органы, которые никогда не будут пересажены? Ну, центральная нервная система, мозг, это невозможно. Я так, скажем так, медицинский немножко пошучу, но только из-за, наверное, времени ишемии, так назовем, то есть время, которое может провести мозг без кислорода, это три минуты, да. То есть в любом случае тут надо будет думать, или какие-то эти, ну, зачем это нужно будет, я тоже не знаю. Эксперимент. Не могу представить, не могу себе представить, зачем это надо будет. Хотя, ну, из тканевых таких моментов ткани, например, твердая мозговая оболочка пересаживается тоже, да, есть оболочка мозга, ну, она пересаживается. Но это не связано, конечно, с именно мозгом, ментальными функциями, да, 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 с функциями мозга. Надевайте наушники, еще у нас звонок. Добрый день. Так, перезвоните нам 67212-93-9, 67213-93-9. Добрый день. Но все-таки по почке, если у меня точные цифры, хотя бы порядок, 10 почек, 100 почек в год. Спасибо. Сколько? Да, до 30. В год? Да, это в год. Надевайте наушники, еще звонок скажу, да, примем. Не так много времени у нас уже до конца остается, попрошу коротко, здравствуйте. Добрый. Ну, по поводу презумпции согласия, такое малое количество распоряжений, о котором сказал ваш гость, наверное, из-за неинформированности. Потому что я уже в том возрасте, когда раз в год точно храню либо друзей, либо родственников, и только из вашей передачи узнал, что в Латвии есть такая система, как презумпция согласия на донорство. Я думаю, если об этом чаще и больше говорить, то распоряжений посмертных будет больше. Это первое. Второе, по поводу тонкого момента финансового. Все мы знаем, да, что рынок трансплантации – это дорогой платный рынок операций. Допустим, он отдал свою или изъяли у донора в Латвии орган, и в Германии где-нибудь стоит на очереди пациент, который заплатил 200 тысяч евро за что-нибудь, не будем уточнять сейчас. Клиника делает операцию, получает от него эти 200 тысяч, а родственники этого донора, у которого изъяли, этот орган не получает ровным счетом ничего. Клиника получила свою прибыль, а родственники остались с носом. Вот это тонкий момент. Каким образом регулируется? Спасибо. Спасибо. Да, интересный вопрос. Ну, это все государственная программа. Да, спасибо слушателю. Первый комментарий полностью. Но это о том, о чем мы начали говорить, и что основная, главная причина, почему низкий процент – это, конечно, информирование. Мы всеми силами стараемся донести, что есть такой закон, и что это за система, и там никто без разрешения не будет работать. За это огромное спасибо. Второе, в плане второго. Вообще трансплантация, как такова, регулируется Европейская комиссия, любая финансовая, финансовая выгода, да, то есть такой момент исключен, что человек заплатит клиники, да. То есть в Германии, во Франции, везде. Это просто невозможно. Он не может пойти на очередь, не на очередь, а быстрее кого-то, например. Он не может опередить лист ожидания. Потому что случаи, которые были, как пример, в Германии, там был вообще банальный такой глупый, не банальный, глупый момент, когда один из прессе, в Шпигель даже было прессе, один кардиохирург своих пациентов продвигал быстрее. Там один из критериев был, что если этот конкретный рецепент, который ожидает трансплантацию, принимает эти лекарства определённые, он, его гораздо быстрее необходимо продвигать. Это имеется, это являлось показанием к тому, чтобы его брать быстрее, да. Так вот, и об этом всё узнали, и это настолько вернуло их обратно, и сейчас они от этого всего оправляются и восстанавливают доверие, да. А в плане финансово это строгими директивами, и в Еврокомиссии, ну, каждый год мы с доктором Юшинским Янисом, он у вас тоже был, мы ездим каждый год два раза, да, в Еврокомиссию, как представители от Латвии. Все эти юридические остальные моменты, да, рассматриваются, мы всю новую информацию получаем, и именно поэтому и конвенции, и о туризме, а финансово вообще-то это строго наказуемо. То есть, истории, когда очень богатый человек приходит, говорит, вот вам миллион, мне нужна новая почка, это невозможно. Нет. Ни в одной европейской стране. Нет, нет, это исключено. Ну, хорошо, ну, в Китае… Ну, туда из-за коронавируса не может появиться. Да, ну, конечно же, я хочу быть тоже и максимально честным, да. Например, тот же, что писали в прессе Рокфеллер, да, которому пятая или какая пересадка, да, ну, ставит под сомнение, конечно, да, как любого нормально трезвущего человека, да. Про нас говоря, это просто исключено. Если это где-то даже произошло, то я не могу представить, что в такой… Во-первых, как это возможно, да, это опять же взятка, но взятка кому это? То есть, множественная команда, да, там и иммунологи у них работают, и нефрологи, тому. То есть, конкретно с кем, да, когда эти процессы, с кем этот пациент может договориться, кому он будет платить, с конкретно клиники, а все отслеживается, за что, за что, какой цель этой оплаты, это раз. Строго технологический процесс, который обеспечивается из госбюджета программы определенной, нет. Нет, даже когда происходит пересадка не, так называемый, резидентом стран, ну, как, пример, наши дети, да, от этой страны идет счет исключительно за медицинские манипуляции. Никакой плюс выгоды дивидендов, грубо говоря, там исключается, это все очень строго, да. То есть, за фактическую работу, так же, как и наши хирурги работают, получают зарплату, так же и там, да. Я не могу этого представить, как это возможно. У нас остается две минуты, и звонок примем, попрошу очень-очень коротко. Доброе утро, добрый день. Добрый день. Можно сказать, а насколько возможно вероятность такого случая в будущем, например, в Атрии? Человек развелся на машине, лежит без сознания, приезжает, скорая помощь, посмотрели, страховки нету, денег нету, ну что, давай продадим его за миллион. Потому что якобы человек стоит 2 миллиона долларов. Спасибо, у нас время заканчивается, ну, мне кажется, что мы уже ответили на этот вопрос. Мы ответили, да, время заканчивается, но, конечно, отвечу на вопрос очень быстро. Во-первых, зачем, кому это надо, во-вторых, хорошо, куда они повезут в нашей стране это, ну, единственное место, где происходит трансплантация, это больница Страдене. Чтобы это произошло, им нужно встретиться еще с кучей коллегами, кто на это подпишется, не знаю. И в конечном итоге все равно им нужно будет встречаться со мной, да. Тот, который регистр проверяет, да. То есть на нас это вся ответственность. Только у нас есть доступ, чтобы проверить, да. И полная ответственность на это берется, лежит на наших плечах, да. Пускай пробуют, но что им, как говорится, места не столь отдаленно обеспечены. Спасибо. Глава Национальной службы координации трансплантации Юрий Бормутов был у нас в студии. Программу провела Анастасия Смоловская, Евгений Копеин помогал. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.